Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моём канале. Это Страшная История. Именно в этом видео я хочу поделиться с вами историей своей подписчицы Ани, и, если честно, я была, ну, просто в шоке и поняла, что обязана поделиться именно этой историей сегодня с вами. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми, и в этом видео я спрятала для вас три страшных эмодзи. Если вы их найдёте, то ваша цель — отправить в них директ в Инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь, и я жду там эмодзи из этого видео, победители получают сигны, видеоприветики, я подписываюсь на ваши аккаунты и многое-многое другое. Как вы заметили, новый фон на моей Страшной Истории, если же он вам нравится, тоже напишите в комментариях, и я специально попытаюсь задать этому ролику такую прям супер-мистическую атмосферу, чтобы вы поняли, как себя на то время чувствовала моя подписчица Аня. Ей было реально очень страшно и не по себе, поэтому я хочу, чтобы вы послушали эту историю от начала до самого конца. Не буду медлить, давайте начнём. Начну с того, что Аня очень хорошо общалась со своей близкой подругой Галей. Они были не разлей вода и знали друг о друге практически всю какую-либо личную информацию и не только. Они делились друг с другом секретами. У них была самая настоящая крепкая дружба без каких-либо вообще ссор. И вот в последнее время Галя начала догадываться о том, что Аня очень мечтает купить какого-либо домашнего питомца к себе домой, чтобы ей было жить как бы веселее, да и жила она одна. Очень хотела себе какую-нибудь шиншиллу, хомячка, собачку, кошку, вообще без разницы, но денег, к сожалению, не хватало. Квартира, где жила Аня, досталась ей от бабушки, которую она очень любила и, к сожалению, которой на данный момент нет в живых. Они тоже были в чудесных отношениях и эту квартиру Аня очень берегла, поэтому не думала даже о том, чтобы её продать. Ну и вот, с Галей они постоянно ходили по всяким мероприятиям, куда их звали друзья, пытались вместе справиться с кризисом, который у них был. Вместе экономили, вместе думали, как заработать, пытались подрабатывать на каких-то мини-работах, и это было такое сложное время для Ани. И она понимала, что даже если у неё будет какой-то домашний питомец, то она не сможет его содержать, то есть там корм, все дела. Ну и прошёл буквально год, Аня каждый день откладывала хотя бы какие-то минимальные деньги на то, чтобы купить себе какого-нибудь питомца, или же даже не купить, она думала над тем, чтобы забрать питомца из приюта, но откладывала, чтобы хватало на еду. Ну и вот, в её день рождения она позвала своих самых близких друзей. Только Галю, свою подругу Василису, ну и своих родителей. Как бы отмечала она, естественно, свой день рождения в квартире. Мечтала купить себе торт чуть подороже тысячи рублей. Не могла нормально отпраздновать свой день рождения по причине того, что в семье им постоянно не везло, хотя она сама по себе была очень добрым и душевным человеком. Но ничего страшного, мама и папа Ани твердили постоянно, что скоро всё наладится, всё будет хорошо, и родители Ани к Гале относились очень хорошо, у Гали тоже был какой-то непонятный кризис. Ну и, соответственно, в день рождения они приготовили минимальное количество каких-то вкусняшек, там салатики, купили недорогой тортик, всякие напитки, газировки. Ну и отметили как бы в небольшой квартирке, включили музыку и просто решили так душевно посидеть. Аня изначально не любила какие-то такие тусовки, где много людей, понимала, что в день рождения, именно в свой день рождения, она хочет посидеть таким узким кругом, просто поболтать, весело провести время. И, наконец-то, она дождалась этого дня. Для неё день рождения это было что-то прям такое супер особенное. И она не сравнивала именно свой день рождения ни с Новым Годом, ни с какими-либо другими праздниками, потому что именно день рождения для неё было что-то супер особенное. И не буду медлить, в общем, подруга Галя подарила ей кошку. Причём подарила настолько круто, в такой большой коробке был маленький, миленький чёрный котёнок. И вроде бы ничего страшного, да, пока не происходит. Вы спросите, зачем ты снимаешь эту страшную историю? Сейчас вы обо всём узнаете. Галя Ани подарила кошку. Аня была, ну, просто в восторге и до последнего не верила. Кошку она купила, достаточно дорогая, по-моему, даже была какая-то породистая. И сбылась мечта Ани, и у неё появился домашний питомец. Аня несколько дней просто прыгала от счастья и не верила до последнего в то, что у неё появился котёнок. Она думала, что, ну, это, ну, просто невозможно. Это была её самая заветная мечта, и, наконец-то, это произошло. День рождения они отметили отлично, все дела. Ну, и буквально через два дня, впервые в жизни, Галя и Аня поссорились. Поссорились очень крупно. И Аня, моя подписчица, решила не вдаваться в подробности, из-за чего они поссорились. Но ссора была крупная. Из-за каких-то любовных таких отношений. То ли Гале нравился мальчик, то ли Ане. И они то ли не поделили, то ли что-то такое произошло, и они поссорились. Не общались буквально год. Очень долгое время для них это была какая-то прям суперсильная ссора, после которой Аня утверждала, что никогда в жизни не будет общаться с Галей. Хотя они прообщались и дружили очень крепко. И даже не хотела, чтобы этот котёнок и Галя были как-то связаны. Ну, как бы Галя же подарила котёнка. А Аня очень любила и мечтала о домашнем питомце. Но он ей постоянно напоминал Галю и эту ссору. И, соответственно, котёнок чуть-чуть подрос, уже стал таким достаточно взрослым. Спустя год Аня уже чуть-чуть подзабила на то, что он ассоциируется с Галей. И подумала, что ну ладно, типа такой путь, значит и будет такой путь. И котёнок уже достаточно вырос, как я сказала. И начал постепенно выходить на улицу и приходить домой. Знаете, как кошки, коты постоянно гуляют. Выходят и приходят как бы домой. Ловят там мышей, просто гуляют. Как бы многие кошки вообще не любят сидеть дома. У меня просто никогда не было кошки. Я точно утверждать не могу, но говорю, как написала Аня. Так вот, её кот постоянно уходил гулять. Уходил днём, приходил там, я не знаю, вечером или поздно вечером. Но тут однажды он пропал просто на три дня. Кот уходил, но приходил всегда практически в одно и то же время. А тут пропал, ребят, пропал на три дня. Вот если бы у вас был кот, о котором вы мечтали, которого вы так сильно любили, и тут бы он просто пропал. Я уверена, вы бы подняли такую шумиху, что весь мир бы просто с ног на голову перевернулся. А тут пропал самый любимый кот у Ани, и она даже начала печатать объявления. Рассказывала об этом родителям, не понимала, что происходит, почему пропал её самый любимый питомец, из-за чего. Возможно, его машина сбила, возможно, что-то произошло. Всё, что угодно могло быть, но Аня надеялась на самый лучший исход событий, да, и уже собиралась на следующее утро расклеивать объявления. Естественно, она спрашивала у прохожих, все говорили, я не знаю, где ваш кот, мы не знаем, не видели, не видели, не видели. Ну и на третью ночь Аня просто ложилась спать, вся в слезах, у неё была истерика. Она понимала, что, возможно, её кот больше не вернётся. Ну и что вы думаете, примерно в 2 или в 3 часа ночи Аня слышит сквозь сон очень странные пошаркивания, как будто бы кто-то тупо царапает её дверь, она была деревянная, и так обычно кот возвращался домой, как бы, да. Как бы это странно не звучало, но подъезд у Ани всегда был открыт, что зимой, что летом, вообще без разницы, и жили они на втором этаже. Она слышит, что кто-то аж кребётся к ней в дверь, и понимает, что, скорее всего, это вернулся кот. Да, ребят, так и произошло, но кот вернулся совершенно другим. Он не был похож на себя. Аня открывает дверь, и сначала она в восторге от счастья, потом понимает, что кот выглядит как-то не так. Спустя трое суток кот вернулся. У него были очень странные глаза, безумно неприятно пахло. Он очень сильно линял, с него чуть ли не сыпалась шерсть, и было видно, что его срочно нужно то ли как-то расчесать, то ли что. Аня хотела приобнять своего кота, но первым делом, что он сделал, это просто начал шипеть на неё. Шипеть так, будто бы он не узнал свою хозяйку, и просто пришёл, чтобы отомстить, или чтобы как-то навредить. Аня тянется к нему, чтобы сделать хоть что-то с котом, потому что он выглядел просто ужасно, страшно, далеко не был похож на себя. На что кот просто залетает вот так пулей в квартиру и зажимается в угол. Всё оставшееся время Аня не могла уснуть. Кот вёл себя просто ужасно, отвратительно, постоянно шипел, не подпускал к себе Аню, вставал дыбом. Ужасное поведение кота, как будто бы в него просто кто-то вселился, или самое настоящее бешенство. Зачем он вернулся, и почему именно с таким поведением? Он как бы по глазам, как будто бы хотел просто съесть Аню. Не подобающее поведение кота, и Аня была крайне напугана, и приняла решение утром отвезти кота в ветеринарную клинику. Ну и что вы думаете? Аня пыталась уснуть, у неё не получилось. Всю ночь она пыталась хоть как-то, да, поговорить с котом, ну, задобрить его, так скажу, поговорить, это странно звучит. Пыталась как-то погладить его, обнять, на что кот просто шугался. Он отбегал от неё, он шипел на неё, он царапал её, он зажимался куда-то под стол, под стул, в угол. И когда Аня пыталась хоть как-то протянуть к нему руку, он просто кидался, то ли кидался на руку, то ли царапал вот так, то ли шипел, то ли вставал дыбом. Просто ужасное поведение. И причём, ребят, как я сказала, от кота воняло просто ужасно. Воняло чем-то ненормальным, то ли какими-то какашками, то ли чем-то, ребят, ну просто несравнимым. Такая вонь, что Аня тупо не могла понять из-за чего и как. До неё даже не доходило, чем это так сильно воняет. Ну и наутро, поняв, что кот её к себе не подпустит, что она из силы его никуда не заберёт, ни в какую ветеринарную клинику, она решила попросить своего папу помочь ей. Хотя бы посидеть просто с котом, чтобы он никуда не выпрыгнул. Хотя, если даже кот выпрыгнет и со второго этажа, я думаю, ничего не случится. Но просто проследить, чтобы не было всякого бреда. И это была самая главная ошибка Ани, потому что кот вёл себя просто отвратительно, и каким-либо другим людям было просто запрещено оставаться с котом. Аня уезжает. Уезжает она просто в клинику к ветеринару, чтобы элементарно узнать, почему себя так ведёт кот. Кота она, естественно, с собой не взяла, потому что он вёл себя странно и не подпускал, вообще не понимала, что делать. Ну и в итоге за то время, пока Ани не было... Ей, кстати, врач ничего такого необычного не сказал. Просто, возможно, бешенство. Я вам так ничего не скажу. Это, возможно, просто кота кто-то напугал, там тыры-пыры-растопыры. Ничего особенного. Пройдёт время, всё будет окей. Но Ани понимала, что, прожив практически полтора года с котом, это был как будто бы явно не он. То ли у него поменялся цвет глаз, то ли что. Это было такое странное поведение. Причём, ребят, чтобы вы понимали, это поведение кота пугало всех. И папу, когда он только зашёл, и сразу царила какая-то, ну, не своя атмосфера. Хотя до этого он очень часто приезжал в гости к Ане. И мама Ани приезжала. Но тут Аня попросила папу сильного человека просто помочь. Ну и что вы думаете? Папа Ани, пока она была в клинике, просто уснул. А у них, знаете, такая квартира была, типа диван, рядом большой стол, и на нём стояла ваза, огромная ваза. Вся квартира в каком-то декоре, который напоминал им бабушку. Всё такое старинное, необыкновенное, такой прям стиль, очень крутой. И папа Ани просто уснул. И что вы думаете? Всё это время, пока папа Ани был дома, кот просто не подавал виду. Его как будто бы не было в комнате. Нигде, не в квартире вообще. Он просто сидел вот так, зажавшись в угол, и его трясло. Папа Ани понимал, что это неадекватное поведение, потому что по взгляду кота было понятно, что он вот-вот на него накинется. Но он этого не сделал. Очень странно, потому что на Аню он кинулся с первой же секунды. Ну и вот, папа Ани уснул, и что вы думаете? Потом уже говорю от лица Ани. Она приходит в квартиру, понимает, что папа лежит в полу, я извиняюсь, в мёртвом состоянии, и рядом разбитая ваза. Этот странный кот в то время, когда уснул папа Ани, просто-напросто напрыгнул на вазу, или что-то там сделал, что ваза пошатнулась именно в сторону головы спящего папы Ани. И на него просто огромная ваза рухнула, прям на голову. Папа Ани не проснулся, но он дышал. Он просто лежал и не понимал, что делать. Он не мог открыть глаза, и было отчётливо понятно, что он не спит, и что с ним вроде бы нормально всё. Ну, что он жив. Это очень важно. У Ани началась истерика. Кот бегает, прыгает, орёт, истерит, шипит, кидается на Аню, зубами вцепляется в её штаны. Рядом лежит папа Ани, от которого разбилась огромная ваза. И у Ани просто началась истерика и безысходность какая-то. Она не понимала, что делать. Она вызвала скорую. В то время, как кот вышел на некоторое время из зала, она резко захлопнула дверь. Приехала скорая помощь и отвезла папу в больницу. Кстати, когда Аня выходила из комнаты вместе с папой и поехала с ним в больницу, этот кот продолжал шипеть, но он просто был зажат в углу и вёл себя крайне неадекватно. Даже врачи обратили внимание и сказали, что очень странно ваш кот себя как-то ведёт. Что за... Типа что с ним у него, возможно, меженство? Вот так пошутил врач. Но Аня действительно понимала, что что-то не так. И она винила во всём кота, потому что ваза, стоя на ровном месте несколько десятков лет, не могла упасть ни с того, ни с сего. И это было что-то ужасное. Причём по взгляду кота было понятно, что у него как будто бы какое-то облегчение, как будто бы он уронил на голову отца в вазу и чувствует себя нормально. Это невозможно объяснить словами, ребят, это животное, но Аня всё прекрасно понимала. И что вы думаете? Отца отвезли в больницу, у него было сотрясение мозга, и он всё это оставшееся время лежал в больнице до окончания этой страшной истории. Аня каждый день его навещала, но вот последние три дня после того, что произошло с папой, перевернулась Аня на жизнь от и до. Кот продолжал вести себя ужасно, Аня не понимала, что делать, пыталась вызвать каких-то ветеринаров на дом, но кот просто никого не подпускал к себе, его невозможно было даже взять в руки. Он истерил, кусался, чуть ли не плевался, вставал дыбом до истеричного и чуть ли не обморочного состояния, делал всё возможное, чтобы его не взяли в руки. Ну и вечером второго дня Аня просто сидела в зале и понимала, что самое главное, ребят, я вам не сказала, кот совсем не ел, он не ел ничего, вообще ничего не ел. Был вот такой вот кот, худощавый, ужасный, и Аня уже понимала, что ему останется недолго. Но для неё это были настолько мучительные дни, что она больше не хотела видеть такого кота рядом с собой. Это уже был не её любимый питомец, который прожил с ней полтора года, это была какая-то дьявольская, ужасная сущность, которая вселилась в её кота. Она замечала, что то ли цвет глаз меняется у кота, а то ли что. Ну просто, ребят, настолько отвратительно себя чувствовала Аня и понимала, что кот её может чуть ли вот-вот не съесть. Она попыталась положить ему еду и произошла следующая ситуация. Кот просто резко вот так побежал за ней и всё, что успела Аня, это просто захлопнуть резко дверь в ванну и закрыться там. У кота чуть ли не приступ какой-то случился. Он начал корябаться в дверь, он начал шипеть, сильно громко мяукать, таким истеричным мяуканьем, ребят, вот даже мне во снах такое не снилось, настолько страшно. Аня просидела буквально три, чуть ли не четыре часа в этой ванной и слушала истеричное мяуканье кота, как он корябался в дверь, как он орал, как он истерил, но пытался попасть к ней в ванную. И у него были настолько ошалённо страшные красные глаза, что Аня понимала, что этот кот вот-вот может её чуть ли не сожрать. Он её постоянно царапал, ночью постоянно прыгал, как неадекватный, Аня ночами не спала и не понимала, что делать, хотела уехать, но кот её не отпускал, как будто бы. В общем, это просто не описать словами. И чем эта история закончилась, я вам сейчас объясню. Кот резко затих. Затих и буквально ещё два часа просто молчал. Аня открывает дверь и понимает, что кота нет. Его нет нигде, он просто исчез. И Аня не поняла, что это было, к чему это всё, она обыскала всю квартиру, но кота не было. Дверь была закрыта, но приоткрыто окно. Аня всегда его держала открытым, потому что у неё в квартире не было кондиционера, а время года лето, естественно, неимоверная жара. Как она поняла, кот просто выпрыгнул со второго этажа, но под окнами его не было. Коты очень хорошо прыгают, и для них прыгнуть со второго этажа это что-то, ну, как нам пальцем щёлкнуть, ребят. Ну и, соответственно, кот пропал. Пропал с концами, и по сей день его нет. Он не возвращается, он просто сбежал, его нету. И самое главное, из-за чего я решила снять это видео, именно в этот момент, когда сбежал кот, пришло Ане сообщение на телефон, которое она как раз-таки оставила на столе, и именно поэтому, сидя в ванной, она не могла никому позвонить. Ей пришло сообщение от Гали, с которой на тот момент она была в ссоре. Они никак не общались круглый год. И тут от Гали ей приходит сообщение. Так тебе и надо. Вот тебе и самый настоящий подарок на день рождения. Зря ты понравилась моему парню, с которым я уже рассталась. То есть Галя написала это сообщение с намёком на то, что парень от неё ушёл из-за того, что он любил Аню. И Галя подстроила всё настолько ужасно, что то ли, когда кот выбежал и пропал на три дня, она его чем-то напичкала, то ли она сделала какой-то приворот или какое-то проклятие, что-то супер-мега-странное, после чего Аня просто заблокировала Галю и поняла, что она во всём виновата, что она понимала, что будет происходить, что она знала, но тайна окончательная всей этой истории не раскрыта. Возможно, Галя специально сделала так, чтобы у кота было какое-то бешенство, но тогда бы он не накидывался на всех родственников. То ли она сделала так, чтобы кто-то вселился в этого кота. Ребята, это всё настолько интересно, настолько страшно и непонятно. Именно поэтому я хочу прочитать ваши догадки ниже в комментариях. Как вы думаете, что стало с котом? Что такое натворила Галя с папой Аней? Кстати, сейчас всё хорошо, его выписали из больницы, и все себя чувствуют прекрасно в квартире, больше ничего странного не происходит, а кот с концами пропал. Что вы думаете по поводу этой истории, по поводу Галии, и вообще, пожалуйста, напишите ниже в комментариях. Мне будет очень интересно прочитать. Ну а с вами была Карина. Не забывайте про три страшных эмодзи, которые я для вас спрятала. Это была трешовая история. Ваши догадки пишите в комментариях. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok